Большинство барнаульцев пьют воду из Аби. Да, именно эта вода течет в кранах наших квартирах. Правда, предварительно она проходит несколько степеней очистки. Вот здесь вода отстаивается перед тем, как попасть в водопроводные трубы. За ней следят на каждом этапе очистки. Особенно внимательно к процессу относятся во время паводка. Периодичность промывки увеличивается, добавляется количество реагента, необходимого для осаждения этого количества взвеси. Для примера, если в зимний период у нас в реке порядка 2-3-5 мг взвеси на литр, то в паводок до 200. Представьте, какая разница в объемах. Сейчас показатель мутности воды 50 мг на литр. Водоканал с сегодняшнего дня поменял режим работы. Для них уже начался паводок. Здесь ежедневно проверяют более тысячи образцов воды. Заборы делают и в процессе очистки, и после. Специалисты выезжают в город и набирают воду на контрольных точках. Также собирают образцы до очистки. Для сравнения. Когда поднимается уровень речной воды, в реку попадает глина. А глина обладает такой особенностью, как способность подкрашивать воду. И проходя процедуру очистки, исходная вода, конечно же, от цветности избавляется, но не полностью. На этих кадрах видно, какого цвета может быть уже очищенная вода. Роспотребнадзор во время паводка позволяет пускать в краны жидкость с нормативом по цветности 20 градусов. Но даже в чистой с виду речной воде могут жить инфекции. Вот видите, самый темный фильтр. Он зарос полностью колониями микроорганизмов. Вот это исходная вода. Вот в этой чашке та же вода, но питьевая, после хлорирования. По словам сотрудников Барнаульского водоканала, паводок уже начался. Вода мутная. Поэтому из кранов барнаульцев в ближайший месяц будет течь вода, которая пахнет хлоркой, чуть больше, чем обычно. Имеет желтоватый цвет. Но ее все еще можно пить. Дарья Демилев, Николай Шелко. Наши новости.